Чем холоднее, тем лучше. По словам аматоров зимового плавания, нырацьены готовы при любом надворье. И чем ниже температура поветра, тем комфортнее в воде. Самому молодому члену клуба за 30, старшему 75. Больше с пенсионерами. Купается традиционно на центральном пляже. Тут есть помешкание, где можно согреться. Перепранувшиеся моржи накировываются до воды. Недолгий заплыл, после чего необходимо худко обтереться ручником, как не смерзнуть. Потом обовязковая пробежка. С вопротки так само только купальный костюм. Особливой подрыхтовки пера тым, як засти у полонку не треба. Головная пера долит страх. Самое главное, когда у вас созреть здесь, чтобы вы в голове решили этим заняться, посмотрели на старшее поколение, как они это делают, и у вас все получится. Если какие-то боятся, что я залезу в воду, сразу умру, это все не так, это неправда. У нас не было такого случая, чтобы кто-то взял и окунулся и заболел. До моржования гомельские аматоры зимового плавания приходят с розными шляхами. Распоусюджанный сценарий, первый раз поспробовал нахрешение и сподобалося. Если не злоуживать этой процедурой, то купание в холодной воде шкоды здоровью не нанесе. На дворот. Как означают сами моржи, зимой никто из них не хворает. Если человек скажет, что он не мерзнет, такого не бывает. Дело в том, что все равно будет дрожь. Это реакция организма какая-то. Но это все проходит. Это все проходит, это все великолепно. То есть чувствуешь себя бодро. Граются после заплыва выключено гаражным чаем, некого алкоголя и цигарет. Моржования и шкодные звычки не сумасшальные. Удельничают с поборництвах. В листопаде вернулись с медалями за республиканского фестиваля «Белгард-шоу». Прыхильников купания в ледяной воде у гомели не мало. Накромя клуба аматора зимового плаванья, есть еще одно сгуртованья. Физкультурно оздоровленший клуб «Гомельские моржи». Есть и моржи одиночки. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель».